Дорогие врачующиеся, сегодня для вас один из самых важных дней. Сегодня вы по-настоящему скрепите ваши отношения. Ведь ничто так не укрепляет семью, как совместный шоппинг. Это шоппинг-тур на Первом городском канале. И сегодня наш выпуск посвящен подготовке к свадьбе. Поэтому все планирующие это событие в ближайшее время садитесь к экранам поближе и открывайте глаза пошире. Ведь сегодня вы получите не только море полезной информации, но и, как обычно, в конце программы мы разыграем подарки от наших партнеров. Ну что ж, пойдемте знакомиться с нашими гостями. Изначально был настроен скептический. Сама не понимала, куда пришла. Главное, чтобы костюмчик сидел. То есть мы нарушаем собственные принципы. Все-таки свадьба – дело серьезное. Я думаю о черном. Для молодых жены предлагается комплимент. Так правило, это фрукты и вино. За молодых, точно! А никто не сказал, что будет легко. Это теща! Вот отдельная история. Мне очень было страшно. За то, что носки раскидываешь по всей квартире. Кому вот это я вообще ни разу не видел. Елена и Егор. Будущие молодожены. Встречаются уже три года. Познакомились на свадьбе друзей. А свое торжество назначили на 1 сентября. Анастасия и Александр. Встречаются два года. Первое свидание прошло в собачьем приюте. Свадьбу планируют провести этим летом. Что сегодня ждете от нашей программы? Нам было бы очень интересно все посмотреть. То, что вы нам предложите. Что-то для себя нашли бы полезное, да? Еще посмотреть на другую пару, как они готовятся. Что-то они могут... Своровать идею. Конечно. Нам просто интересно посмотреть, куда ходят молодожены перед подготовкой к свадьбе. Создать себе базу, которой можно пользоваться уже при подготовке к свадьбе. Прошу, пойдемте со мной. Спать хотел. На самом деле это была идея Елены. Сама не понимала, куда пришла. Ничего не думала, ничего не представляла. Будь как будет. Я ожидал, что мы чем-то разнообразим, что-то новое для себя увидим. Изначально был настроен скептически. Ну, я просто никогда в этом не участвовал и не знал, что будет. Первая точка нашего шоппинг-тура в самом приятном для каждой женщины и не всегда приятном для каждого мужчины месте в свадебном салоне. Честно говоря, смотря на всю эту красоту, даже как-то самой замуж хочется. Только мужа надо найти. Мужчина, вы не хотите? Я борщ умею готовить. На нашем мероприятии я бы хотела увидеть Егора в классическом костюме ярко-яркого цвета. Точно не черный, для меня это скучно. Яркий, чтобы выделяться. Я жених, я тут герой, так сказать. Я плачу за это торжество, в конце концов. С бабочкой. Какой-нибудь галстук, допустим. Главное, чтобы костюмчик сидел. А? Костюм классика. Ну, не черного цвета, наверное, лучше. Цвет подобрать необычный. Все-таки свадьба – дело серьезное. Я думаю о черном. Не каждый день думаю о черном. Можешь на каком-нибудь баклажанового цвета, темно-бордовый. Я хочу бабочку. И обязательно бабочка. Это мой второй костюм. Первый, как мы брали на выпускной. А почему ты не в нем пойдешь на свадьбу? Тогда вопрос. Он мне уже маловат. Но я, конечно, шучу, у меня куча костюмов. Все равно, что не проверить информацию. Такое стройное в пол, приталенное. Не слишком пышное. Вот эти все излишества, вот эти рюши и прочее. Я считаю, что простота. Обязательно должно присосывать кружево. Ну, закрытое, наверное, декольте, да? Декольте должно быть прикрытым. Как насчет страз? Нет. Без страз. Но тут все равно есть. Какая красота. Блестяшки, да. Что делать будем с ними? Оставлять. То есть мы нарушаем собственные принципы? Да. Вот какая жена она будет в дальнейшем, а? Я плохая подружка-невеста. В белом, не пышном. Лучше, чтобы оно вообще не было белым. Чистым белым. Облегающим фигурам. Что точно не должно быть в этом блядь? Криолин. Без пилястр. Рюшечки. Без лишних элементов. Излишняя кружева. 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 Вот такое. Декольте неглубокое. Ну, если это будет хорошо смотреться, можно и с декольте. Длина не длинная, но и не короткая. В общем, мило, нежно и сексуально. Я бы просто купила костюмную ткань и обвязала бы себя. Почему так еще никто не делает, непонятно. На самом деле, насчет платьев, там очень выборх интересный. Одно все-таки мне легло в душу. Я, в принципе, не меряю на себя то, что мне не нравится. Если я что-то надела, значит, можно туда идти покупать. Хороший салон, наверное, лучший в городе. Дорогие наши молодежены, мы поздравляем вас, что вы побывали в нашем салоне. Будем рады вас видеть снова вновь за покупками. И свадебный салон «Романс» дарит вам скидку на покупку свадебного платья или костюма каждой паре по 15%. Спасибо. Я даже знаю, кто вас пользуется, да, Настя? Ага. «Романс» – это свадебное и вечернее платье, костюмы, аксессуары. Вы всегда можете найти понравившееся по красоте и удобное по стоимости платье вашей мечты. В салоне до сих пор закреплены цены 2015 года. И начинаются они от 3000 рублей. Также постоянно проходят акции и действуют скидки. Сделайте вашу свадьбу яркой и красивой вместе с салонами «Романс». Воровского 123А, торговый центр «Мегаджинс» и улица Воровского 50А. Ни одна свадебная подготовка не обходится без планирования медового месяца. Поэтому следующей точкой нашего шоппинг-тура мы выбрали Мальдивы. Или Турцию. Или Грецию. Кстати говоря, мы не только отправимся в путешествие, но и рассчитаем стоимость отдыха на разные потребности и разные кошельки. У нас бюджет 50 тысяч. Чаще Мегаджин предпочитает пляжный отдых. На ваш бюджет я могу предложить вам Турция. По цене будет 41 500 рублей. Питание все включено. Трансфер и медицинская страховка на период поездки. Вариант в Тунисе, на острове Джерба. Стоит он 50 600 рублей на двое. Тоже трехразовое питание, все включено. Первая береговая линия. Из острова Джерба удобно совершить экскурсию в пустыню Сахара. Там от отеля есть какие-то подарки, бонусы для молодоженов. Вот в этом отеле для молодоженов украшают номер и тоже предоставляют корнину фруктов. Узнала, где сейчас отдыхают молодожены, где они любят отдыхать, какие бонусы бывают от отелей. По-человечески поговорили, по душам. Ну, классно. Посоветовали туры на любой кошелек. Одной паре на их бюджет мы уже подобрали несколько вариантов. На очереди вторая пара. Примерно бюджет, ну, в районе 100 тысяч. Под ваш бюджет я вам могу предложить отдых на Мальдивах. Стоимость данного отеля 119 тысяч рублей. Здесь уединенный отдых. Питание в этом отеле предлагается завтра. Для молодоженов предлагается комплимент. Как правило, это фрукты и вино. Второе направление, которое я бы хотела вам предложить, это Греция. Отель «Пять звезд». На все включено. Также он располагается практически в самом туристическом центре, что позволит насладиться достаточно активной экскурсионной программой. Нужно ли менять документы перед поездкой? В течение одного месяца вам необходимо поменять документы. Если вы в течение этого срока успеваете съездить отдохнуть, вам не нужно менять. Первое – это свадьба. А второе, о чем думаешь, что медовый месяц? Дала нам ту информацию, которую вот так вот, ну, даже у знакомых не уточнить. То есть такую профессиональную проконсультировала. По-моему, наши молодожены уже подобрали для себя подходящий вариант. А выбрав тур в свадебное путешествие, они еще смогут поучаствовать в большом розыгрыше путевки в Париж. Те, кто купят тур в свадебное путешествие с 25 июня по 31 октября, становятся участниками розыгрыша путевки в Париж в 2018 году. Все условия акции можно посмотреть на сайте туристического агентства «Летим». Туристическое агентство «Летим» – это поиск выгодных цен и головокружительные путешествия. Звоните 777-277, Комсомольская, 42Б. А также заходите на сайт «Летим43.ру». От нашего турагентства мы дарим вам фирменные кружки и желаем вам отличного отдыха. Ура! Смотрите во второй части нашей программы. А никто не сказал, что будет легко. Это теща! Вот отдельная история. За молодых, точно! Песня! Мне очень было страшно. За то, что носки раскидываешь по всей квартире. Кому вот это я вообще ни разу не видел. Вы смотрите шопинг-тур на Первом городском канале. И этот выпуск посвящен подготовке к свадьбе. Мы уже посетили свадебный салон и выбрали путевку на медовый месяц. Далее нас ждут развлечения. Каждая уважающая себя пара перед свадьбой просто обязана снять свою лавстори. Дабы еще до торжества запостить фоточки в Инстаграм и понабрать побольше лайков. Мы не стали исключать эту замечательную традицию всех пар. Поэтому прямо сейчас потренируйте свой большой палец, чтобы ставить побольше сердечек. Что может быть романтичнее, чем фотосессия с одними из самых грациозных животных? Но перед началом нужно усвоить несколько советов от всех специалистов. К лошади сзади мы не подходим. Вести себя естественно. Резкие движения не делаем. Улыбаться. Слушай меня. Получать позитивные эмоции. Это очень страшно. Ну ради фоточек нужно. Кто лайкать-то будет? У тебя одну никто не будет, а с коником будут. Кони – это мой страх и одновременно любовь. Они классные. Конь очень игривый. Давай пойдем залезешь на него пока по-бырому. Это отдельная история. С лошадками мне придется познакомиться все-таки второй раз. Представь, что это ваша будущая семейная жизнь. А ты боишься сейчас ее. А никто не сказал, что будет легко. Это теща. Непередаваемый опыт. Эти вот мустанги, вот эти вот тяжеловозы. Прямо у них бьется энергия, заряжаешься. Ну что ж, наш молодой друг фотографироваться не захотел, поэтому вторая пара также выбрала рыжего. Ну и рыжий всем больше нравится. Фотосессия и фотографы, и сами лошади. Ну это надо туда ехать, и это просто время провождения очень шикарное. Ой, как классно. Очень замечательно. Я давно хотела такие фотографии, надеюсь, они у меня будут. Очень живо так, сочно, красиво. Ну, молодец. Он прямо с первого момента ловит кадр нужный. Было все так живо, интересно и необычно. Ребята, спасибо, что посетили наш конный парк «Вятка». Я хочу вам подарить два сертификата каждому. Спасибо. Спасибо большое. Приезжайте к нам на конные прогулки, на фотосессии, на обучение. Мы будем рады видеть вас в нашем конном парке «Вятка». Особенно Лену. Спасибо, нам очень понравилось. В конном парке «Вятка» созданы все условия для тренировок и активного семейного отдыха. Теплое помещение, кафе и все необходимое оборудование. Записаться на экскурсию или тренировку с опытным инструктором вы можете по телефону 47 74 14. Проведите время с пользой и лошадками конного парка «Вятка». Ульяновская, 39А. Благодарим за помощь в проведении съемок и создании волшебных фото свадебного фотографа Александра Ивлева. Звоните 78 43 86. А следующая точка нашего шоппинг-тура посвящена всем тем, кто еще не пригласил на свою свадьбу цыган и коней. У нас есть идея получше. Магия. Здравствуйте, дорогие друзья. Испарение воды. На самом деле, да. Это волшебство, не умничай. Давайте на счет три. За молодых. Да, за молодых, точно. За то, что носки раскидываешь по всей квартире. Молодец. О, отлично. Здорово. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ну, я удивился, я много вообще не знал. А электрошоу – это вообще какая-то сказка, ну, вот это я вообще ни разу не видел. Честно скажу, то, что было последнее, я видел вообще в первый раз в жизни. Очень познавательно, очень интересно, интерактивно, то есть это вот все сам попробовал, пощупал и просто до сих пор под впечатлением. Это фееричное шоу, было все здорово и мне очень было страшно. Посоветовать всем такое обязательно, испробовать эти эмоции, они непередаваемы. Дорогие друзья, на самом деле шоу сумасшедшего профессора Николя дарит вам 20% скидку на ваше торжество. Звоните нам, приглашайте, мы с удовольствием вам покажем наше невероятное шоу. Спасибо вам. Если не боитесь. Если не боитесь. Научное шоу профессора Николя и Тесла шоу – это познавательные праздники с химическими опытами и научными экспериментами, которые надолго запомнятся и взрослым, и детям. Ваши гости будут в восторге от незабываемого зрелища, а значит ваш праздник точно пройдет на ура. Шоу профессора Николя и Тесла шоу можно заказать по телефону 262888 и 758285. Благодарим за помощь в проведении съемок группу компании «СПК Неон». Очень много взяла себе на заметку некоторых деталей. Мы впечатления оправдались. Мы с Леной хорошо время провели. Не ожидала вообще, что мне так все понравится. Понравилось, но устал. И активно отдыхать. Я обычно на выходные так не отдыхаю, этим не занимаюсь. Новых людей встретили, познакомились с великолепной парой. Да, познакомились с классными ребятами, с вами познакомились. Мне очень все понравилось. На этом наш свадебный шоппинг-тур подошел к концу. Надеюсь, вы, как и наши участники, получили порцию полезных советов. Но не только их вы можете получить. Традиционно в конце программы мы разыгрываем этот набор подарков от наших партнеров. Заходите в нашу официальную группу ВКонтакте и выигрывайте. Совет вам. До любовь.